Всем привет! Сегодня был отличный день, сегодня я солнышко И сегодня я был на 16-й станции Фонтана Я поехал, скажем так, на свою дачу, чтобы посмотреть, что там происходит Потому что все растет, надо за этим следить А бензина уже нет, приходится уже ехать на общественном транспорте И что интересно, я в самом деле, у меня была сегодня очень интересная экскурсия на автобусе Дело в том, что я давно уже не ездил на автобусе И такой был маршрут интересный, что я проехал полгорода И многие вещи интересные для себя прямо-таки открыл Но об этом позже, сначала детские новости На пограничном переходе Паланка ограничили пропуск мужчин призывного возраста Это было такое сообщение Так что теперь многие, кто захочут проехать просто транзитом через Молдавию Они потенциально не будут впускаться Военная администрация разрешила 14 мая продавать алкоголь без ограничений То есть уже и алкоголь с высоким содержанием спирта будет в свободной продаже Я думаю, что многие жители города обрадуются Но самое интересное другое То, что когда было ограничение Я просто знаю по ряду разговоров обычных людей Что они в этом случае сказали Что ну так не будет в продаже водки Ай-яй-яй, так перейдем на самогон То есть любые ограничения, связанные с продуктами А тем более, знаете, в свое время Америка уже поплатилась За то, что был сухой закон Бутлегеры очень, скажем так, интенсивно обходили все запреты Поэтому я думаю, что запрет на алкоголь Он рано или поздно в самом деле должен был быть отменен Тем более, все-таки это какая-то торговля Для предприятий и пополнение бюджета Но ограничение Было сказано, что алкоголь не будет продаваться военнослужащим Ну, опять тоже странно Ведь те же самые военнослужащие могут послать Кого-то из друзей, знакомых, в конце концов родственников В магазин и купить то, что им нужно Ну, здесь другое дело Здесь больше идет на какую-то ответственность человека Если он военнослужащий, он должен, естественно, знать Что ему нельзя в какие-то промежутки времени принимать алкоголь Хотя, если вспомнить Вторую мировую войну То солдатам в свое время давали перед боем 100 грамм для храбрости, как говорится То есть, в самом деле, алкоголь снимает стресс Я знаю, что очень многие одесситы Когда начались боевые действия Начались обстрелы и какие-то взрывы У многих людей алкоголь это, в самом деле, снимал стресс И какие-то маленькие дозы Немного успокаивали людей Сегодня было предупреждение, что Одессу ожидает гроза и сильный шквал 15-20 метров в секунду Но, что интересно, вот сейчас я веду репортаж И уже за окном довольно-таки громко Уже пошел дождь и ветер, в самом деле, пора у меня такими серьезными Я вот слышу у многих людей на балконах какие-то вещи уже Издают какие-то странные звуки Поэтому я думаю, что шквалы, в самом деле, будут сегодня ночью Ну и пускай будет гроза Я вначале даже спутал звук грома с налетом очередным на Одессу Ну так пускай лучше будет гроза, чем очередной налет Сегодня были интересные сообщения от нашей полиции Ну, начнем с того, что полиция обнаружила наркопитон Где у одного товарища дома были замечены люди Ведня застали людей при обыске Которые уже были под наркотой И там была наркота на выбор Так что товарищ, я думаю, сейчас лишится и наркоты И, возможно, даже и свободы О, сейчас пошел очень сильный дождь Барабанят по всем крышам О, очень сильный Так, ну, продолжаем Еще полиция сообщила, что в Одессе нашли Путина Владимира Путина Оказывается, отрабатывали какого-то товарища Который на различных форумах выдавал себя У него был такой ник Владимир Путин Может, даже двойник И еще полиция сообщила, что Когда будут в Одессе задерживать пьяных водителей То их автомобили автоматом будут приходить в ВСУ Так что, товарищи водители Не злоупотребляйте алкоголем Берегите свои автомобили Ну и то, что я видел сегодня на 16-й станции Большого Фонтана На пляжах стоят таблички, мины Но наши люди непобедимы Стоят таблички, а вокруг табличек следы То есть, называется мины Их тут нет То есть, самые большие смельчайки Где-то ходят на пляж, загорают, купаются даже многие Но рискуют, конечно же Проверено, мин нет И еще было интересное сообщение сегодня в нашей прессе Что задержали одного из руководителей медучреждения Который в самый разгар коронавируса в Одессе Он сделал без тендера закупку респираторов для своего медучреждения Причем сделал закупку на 80% дороже, чем это было на рынке В итоге он нажил 2 миллиона гривен Ну, а теперь о моей поездке сегодня по Одессе Я по Одессе давно не путешествовал на автобусе И вот сегодня у меня была такая экскурсия Я должен был ехать на 16-й фонтана К сожалению, туда очень неудобные маршруты есть Поэтому я поехал на одном из этих маршрутов Он виляет по всему городу Он обижает, чтобы доехать из центра на 16-ю фонтан На который нужно обычно потратить Ну, скажем так, в самой сложной обстановке Минут 30-40 Вот этот маршрут едет около часу Но, тем не менее Из-за того, что я на нем проехался Я увидел очень многие интересные места Которые я раньше даже не замечал Ну, во-первых, меня поразило то, что Я живу в центре А маршрут этот был через Черемушки И автобус проехал вокруг парка Горького Парк Горького в самом деле за последние годы Очень изменился Очень Красивейший парк Там очень много аттракционов Площадок для людей для прогулок Для деток там есть площадки хорошие Многие там занимаются спортом То есть парк очень большой И в самом деле очень ухоженный Там сделали красивую иллюминацию в парке Он, кстати, закрывается на ночь Поэтому, я думаю, это хорошее решение Чтобы не было там никакого мусора И никто там не занимался вандализмом Но очень-очень хороший парк И мне тут подумалось В очередной раз Я уже рассказывал неоднократно Что последние годы В Одессе идет просто в бум стройки Бум Все свободные места в Одессе застраиваются Особенно в новых районах Там, где были частные секторы Там, где были частные дома старые Какие-то хижины Их выкупают И на этих местах строят высотки Под 20, 25, 27 этажей Даже вот на фонтане я одну видел Высотку 27 этажей Возле самого моря И в очередной раз Я думаю Ну неужели Те люди Которые дают разрешение В Одессе на стройки Эти новые Не думают о том Что возле таких высоток Где в самом деле Будет много жить людей Сделать соответствующие Парки Школы Какие-то спортивные сооружения В конце концов Тем же людям Которые живут в этих высотках Им нужны паркинги Не для всех хватает паркингов Которые сделаны под этими высотками Я вспомнил Что когда я был в Чикаго В свое время Мне очень понравилась интересная история Побережье Возле озера Мичиган Вы многие наверное знаете Что в Чикаго Не совсем благоприятная обстановка Для того чтобы Вечером ходить по улицам Там издавна Довольно таки была Серьезная ситуация с мафией С уличными разборками С бандитами Ну и так далее То есть в центре Чикаго Там можно нормально ходить Без проблем Но если уйти немножко дальше В дальние районы То можно конечно же Нарваться на то Что тебя могут Общистить Но в этом отношении Мне очень понравилось то Что возле самого озера Я не видел ни одного Какого-то ларька Ни каких-то там Забегаловок Ни какой-то шаурмы Ни каких ресторанчиков Возле самой воды То есть все Чинно Чисто И в самом деле Город ухаживает За своей территорией То же самое касается Централ парка В Нью-Йорке Громаднейшая территория Зеленая И в централ парке Я тоже не видел нигде Где стояли бы Какие-то будки Которые отбирали бы У этого парка Свои территории То есть никто Не занимает У зеленых зон Не оттяпывает Ничего К сожалению У нас почему-то О зеленых зонах Не думают Я уже рассказывал Опять же Еще раз напомню Что те громадные территории Которые были Возле нашего Одесского ипподрома Их тоже заняли И строят сейчас Интенсивно дома И что думают Те люди Кто строят Или даже не те Кто строит Те кто строят Им главное Построить и продать А вот те Кто дают разрешение На то Чтобы наш город Заполонили Вот эти бетонные высотки И кстати Когда я сегодня Ехал на автобусе Я увидел Один интересный Дом Это в районе Улицы Сиповой Быстренько Быстренько Воздвигли Пятиэтажный дом Его еще пока строят И что меня поразило То что Эти чудо-строители Строят балконы Без швеллеров То есть просто Торчит Арматура И вот эту арматуру Ее заливают бетоном То есть швеллеров Вообще никаких нет То есть люди Которые потом Поселятся в этот дом Если они что-то тяжелое Поставят на свой балкон Балкон просто прогнется В лучшем случае В худшем Конечно же упадет Но Деньги не пахнут Что еще мне понравилось В этом маршруте То что я ехал сегодня Я объехал почти всю Молдаванку И там для меня В самом деле Непаханное поле Для фотографий Там столько классных Одесских дворов Это нужно будет В самом деле Я думаю Что уже после войны Делать себе Экскурсии По Молдаванке И снимать еще там дворы Потому что я обычно Одесские дворы Снимаю все-таки Ближе к центру А на Молдаванке Там в самом деле Изобилие этих дворов Причем Что еще интересно Я сегодня Увидел Одну Очень интересную Голубятню Я такой голубятни Еще не видел То есть в следующий раз Когда я поеду Этим же маршрутом И сделаю отдельное фото Вам покажу Эта голубятня Какая-то знаете Как в Одессе Очень многие люди Делают из своих балконов Вторую квартиру Они их стеклят Свои балконы Вот такая же была голубятня Как бы у нее был Еще один балкон Такой застекленный И еще пока я ехал По Одессе Я сегодня Несмотря на то Что бензина в Одессе нет На всех заправках Горят нурей По целым Единственное Что я видел На ОКО Там дикая была очередь И был Вроде бы Бензин 95 пульс Там был На табло писалось Но остальные заправки Ни ВОК Ни Укрнафта Бензина вообще нет Даже на некоторых заправках Нет даже по талонам Единственное Что на Катрале Пишется Без нал Без нал То есть Бензина вообще нет Но тут же В соцсетях Народ пишет Что есть возможность Купить бензин За 60 70 До 100 гривен За литр доходит И якобы ходят люди Которые прямо с канистрами Подают бензин Автомобилистам У народа есть Подозрения Что этот бензин Слит из Машин госструктур Ну Пока не будет Реального расследования Полиции Никто ничего не докажет Конечно Но бензин Кто-то где-то берет Потому что Судя по тому количеству Машин сегодня Литковых Которые двигались Вместе с нашим Автобусом по трассе Ну просто Изобилие бензина Но это то Что касается Моей сегодняшней экскурсии На 16-ю станцию Фонтана В связи с тем Что у меня сегодня Было мало времени На подготовку К вечернему этому фильму Я сегодня Не буду вам рассказывать О каких-то Своих фотосессиях Или Целых сериях Фотографий Я просто Когда был на пляже Посмотрел на песок И вспомнил Что у меня есть Очень интересная Пара фотографий песка Которые снят С большим увеличением Я думаю Для вас это будет Может быть для многих Это не тайна Но для Тех кто не видел песок С увеличениями Думаю Будет интересно На него посмотреть То есть то Что вы видите Обычно в руках Когда берете Горсть песка Совсем не похоже На то Что вы сейчас увидите Так что Вот Вашему вниманию Посмотрите Макроснимок Одесского песка С лонжерона Пока друзья Стоп Не пока Сегодня у меня было Еще одно приятное Известие Сегодня я посмотрел На своем канале Сегодня был Шеститысячный подписчик Мне в самом деле Приятно Что я буквально Недавно начал Работать на этом Канале И потихоньку Народ прибавляется Мне вообще Честно говоря Очень смешно Когда блогеры Многие в начале Своих блогов Сразу же говорят Друзья Перед тем Как просмотреть Нашу передачу Подпишись Поставьте лайк Вы этим поддерживаете Наш канал Ну я думаю Что люди Когда будут Просто смотреть Любой канал И им понравится канал Они естественно Поставят лайк И подпишутся на канал А так вот Просить и клянчить Я думаю Это не очень красиво Нужно быть Немножко скромней Ну в любом случае Очень приятно Спасибо друзья Пока Субтитры создавал DimaTorzok